Пётр Порошенко признал полную потерю контроля над Донбассом. «Всё чётче кристаллизуется угроза анархии и атаманщина», заявил глава Незалежной. Украинские радикалы хозяйничают не только на границе с Донбассом, но даже в столице. Они блокируют филиалы российских банков. Банкоматы заливают монтажной пеной. Блокада банков – это блокада Донбасса в миниатюре. Хотя киевские власти уже давно сделали европейский выбор, они поступают совсем не по-европейски. Порошенко не только не разгоняет радикалов, а во всём потакает им. Это обычное мародёрство, поэтому вся энергия сегодняшних чиновников Украины настроена на обеспечение запасных аэродромов в Европе и Америке. Не в силах что-то создать, киевские политики всё только продают. На продажу выставлено украинское гражданство, промышленность, лес, танки и даже чернозём. Купить может любой желающий. Когда закончится распродажа всего, что осталось на Украине? Теория заговора. Украина. Последняя распродажа. Смотрите прямо сейчас. Почём нынче украинская родина? Появилась возможность продать Киев. Продадим Киев. Танки. Продадим танки. Всё продадим. Кому Киев собирается продавать чернозём? Своё национальное богатство. Они в какой-то момент как Чаполин начнут продавать облака. Сколько стоят украинское гражданство, танки, озёра, леса и даже земля на чёрном рынке незалежной? Они всю страну втягивают в бандеровский схрон. И правда ли, что иностранцы уже скупили все крупнейшие предприятия Украины? Нас с вами каждый день убеждают в том, что украинская экономика разваливается на глазах. Не верьте, это всё кремлёвская пропаганда. На самом деле экономика незалежной бьёт все рекорды. Рекорды по экспорту улиток и соломы. Это экспорт, как говорится, всего, что есть. Я вам хочу напомнить, что во времена оккупации Украины в период Великой Отечественной войны Украина была крупнейшим экспортером чернозёма. То есть закончили экспортировать зерно, потом солому, как корма для животных, а потом начали собирать чернозём. За вторую половину 2016 года Украина экспортировала 347 тонн улиток и 479 тонн соломы. Для сравнения, украинской баранины за это время было поставлено за рубеж 9 тонн, а знаменитого украинского сала всего-навсего 51 тонна. Теперь они разрывают полностью отношения с Россией, и они просят кредиту Международного валютного фонда, кредиты, которые надо будет возвращать следующему поколению. О чём другом, кроме как не о соломе, приходится говорить чиновникам. На Украине показателями экспорта соломы и улиток очень гордятся. Киев поднимает градус и заявляет, что страна небывалыми темпами наращивает экспорт орехов и ваты. Мало кто из участников Майдана 2013 года мог представить, что их будущее будет зависеть от ваты. Ведь именно ватой на Украине называют нас с вами, всех, кто против бездумной интеграции с Европой ценой разрушения собственной экономики. Даже если я продаю солому или сено, неважно. Главное, чтобы постоянно была определённая какая-то новость о том, что мы что-то делаем. И посмотрите, насколько сейчас правительство, практически Порошенко, оно живёт на фейковых новостях. Сильная экономика Украины, успешное развитие, доступная энергия, доступные цены. Вопрос, а кто знает и слышал эти доступные цены? Да никто. На Украине многие простые люди настолько верят пропаганде, что даже своих питомцев учат, как правильно любить родину. Слава Украине! Героям слава! Это нам с вами смешно. Но увеличение экспорта ваты стало поводом для очередного обвинения Порошенко в предательстве страны. Но куда деваться президенту, если за три года его правления размер экономики страны сжался в два раза до уровня 2003 года. Я покупаю лекарства, и каждый месяц я чувствую, насколько идёт подорожание. Украина полностью обречена на года. Она не поднимется так, какой она была большой и грамотной. Сначала киевские власти не смущало падение экономики. Ведь тогда они получали многомиллиардные кредиты МВФ, которые, правда, куда-то улетучились вместе с премьер-министром Яценюком. Яценю, где тот, который хорошую жизнь обещал. Тоже ж удрал и накупил там в Испании себе всего на свете. А я вижу, что украинский народ смог выжить. Потом пошли деньги от США. Каждый год, начиная с 2014-го, Украина получала по одному миллиарду долларов. За это время пришло три транша. Но в январе 2017-го года Порошенко с ужасом осознал, что новая администрация Белого дома больше не намерена спонсировать киевский режим. Международный валютный фонд до Украины, он никогда не кредитовал страны, в которых идёт гражданская война. Ну какой, извините меня, глупый инвестор принесёт свои деньги в страну, где идут военные действия? К началу 2017-го года золотой запас Украины составлял всего 24 тонны. В Сирии, где уже 6 лет идёт страшная кровавая война, такой же показатель – 25 тонн. В это трудно поверить, но третью часть своих резервов – 16 тонн – киевские власти распродали всего за один месяц – ноябрь 2016-го года. Все, кто сегодня находится на Украине, это классические временщики, которые понимают, что сегодня я могу украсть, а завтра трава не расти. Кредит из Запада не приходит. Продавать золото полностью пока не хочется. И тут какая удача! Украинские радикалы потребовали запретить деятельность российских банков на Украине. Судите сами. Отмороженные радикалы разгромят офисы, сделают работу российских банков невозможной и займутся банкоматами. Разобьют кувалдой и вытащат деньги. А Порошенко и компания займутся делом покрупнее – вытащат деньги с банковских счетов. Миллионы озлобленных, обездоленных людей, которые не смогут традиционными способами отправлять заработанные деньги родственникам, своим семьям, будут именно той массой, которая станет последней каплей, переполнившей чашу терпения украинского народа. Киевские власти запретили российским банкам выводить деньги за пределы Украины. Теперь они не имеют права возвращать взятые кредиты, выплачивать проценты своим вкладчикам и даже отдавать простым людям частные вклады. Танец, в котором кружат нашу соседку Украину, все больше и больше ее отдаляет политически и экономически от России. Боюсь, что она в одеянии золушки спустя какое-то время подойдет, и нам придет тратиться не только на хрустальный башмачок, но и просто прикрыть срамоту хотя бы каким-нибудь платьицем. Украинские власти фанатично ищут, чтобы еще можно было прихватизировать или наоборот продать, лишь бы заработать деньги. 18 марта стало известно, что любой желающий может купить себе даже гражданство Украины. Теперь доказывать, что ты патриот, прыгая на Майдане, уже недостаточно. Для этого нужно заплатить 100 тысяч долларов. И это неудивительно, ведь в интернете все больше роликов, где простые украинцы издеваются над теми, кто выходит на Майдан. Слава Украине! Героям слава! В середине марта в киевской газете «Вести» вышел сенсационный материал. Оказывается, на улицах украинской столицы можно купить почти любую военную технику. Например, бронетранспортер с пулеметом стоит 8 тысяч долларов. Журналисты даже отыскали улицу, на которой можно купить боевую машину. Авторынок в Киевском микрорайоне Отрадный. За бронемашины просят 25 тысяч долларов. Но если поторговаться, можно купить и за 10. Что хочет украинская армия? Ничего. Значит, в такой армии будет процветать мародерство, в такой армии будет процветать торговля оружием. Мы сейчас наблюдаем разложение и украинской армии, и украинской власти. Оружейный черный рынок Украины настолько большой, что даже иностранцы приезжают закупаться в Киев. В мае 2016 года на границе с Польшей был задержан выезжавший из Украины 25-летний француз. В его автомобиле обнаружили переносные зенитно-ракетные комплексы и автоматы Калашникова. Прямо как в знаменитом фильме «Тонкая штучка» 99-го года. Причем гранаты? Эти по 10. Эти по 100. Лимонки 150. Свежие? Только вчера с завода. Но сколько бы оружие не покупали на Украине граждане европейских стран, основными клиентами остаются радикально настроенные украинцы из западных регионов Незалежной. Где и когда они применят весь этот арсенал? Не станет ли Порошенко его первой жертвой? Смотрите далее. Сколько стоят озера, леса и реки Украины? Появилась возможность продать Киев. Продадим Киев. Танки? Продадим танки. Все продадим. Зачем киевские власти отдают предприятия иностранцам? Они всю страну втягивают в бандеровский схрон. Теория заговора. Украина. Последняя распродажа. Украина полностью потеряла контроль над Донбассом. Этот факт 20 марта констатировал сам Петр Порошенко. Вину за это он возложил на радикалов, перекрывших железнодорожные пути. Удивительно, но за пять дней до этого именно Порошенко отдал приказ прекратить не только железнодорожное, но и вообще любое грузовое сообщение с Донбассом. То есть теперь блокаду осуществляют не добровольцы-националисты, а армия и полиция. Такое чувство, что у президента Украины либо раздвоение личности, либо шизофрения. Я понимаю, вы все мне не верите. Могу я видеть прокурора? Можете. Где у нас прокурор? В шестой палате, где раньше Наполеон был. Скорее всего, на самом деле Порошенко просто решил, что раз он не может прекратить блокаду Донбасса, то надо ее возглавить. Правда, получилось только хуже. Власти Германии тут же заявили, что решение президента Незалежной противоречит европейским ценностям. Энергетическая блокада Донецка и Луганска привела к энергетической блокаде самой Украины. То есть, по сути, это выставило себя в ногу с точки зрения государственности. Сегодня на Украине каждый пытается заработать как может. Так, например, на сайте VT Group.com украинцы выставили на продажу 20 броневиков Саксон. Каждый из них был прежде приобретен Киевом у Великобритании за 50 тысяч фунтов. Появилась возможность продать солому? Продадим солому. Появилась возможность продать Киев? Продадим Киев. Танки? Продадим танки. Все продадим. Лишь бы сегодня, немедленно, завтра же получить деньги. И когда тебя попрут с этой территории, с этими деньгами ты можешь где-то осесть и устроиться. Украинские торговцы нелегальным оружием и бронетехникой работают только с долларами. На отечественного покупателя с каждым днем рассчитывают все меньше. Да и откуда у своих деньги? Народ еле-еле сводит концы с концами. У меня пенсия 1370 гривен. Вот я с учетом субсидии плачу 1100. Если не подрабатывать, то жить просто невозможно. На всем экономишь. Свет не включаешь, воду не включаешь. Уже так покупался, в тазик слил. Первобытное общество настало. Чтобы купить продуктов, простые украинцы вынуждены нести вещи в ломбард. Сейчас на Украине настоящий бум на эти услуги. По отчетам экспертов, только по результатам прошлого года активы ломбардов выросли на 55%. Такой рост говорит о катастрофическом падении реальных доходов граждан. Надвигается катастрофа, новые бунты будут, может, голодные бунты. Я, честно говоря, конца этому не вижу. Я думаю, будет только хуже. Лично мне кажется, что их просто нужно всех вешать. Пока люди ищут способы заработать на хлеб, политические небожители Киева распродают все, что имеет какую-то ценность. Лидер радикальной партии Олег Лешко на своей странице в социальной сети предложил начать экспорт древесины в Евросоюз. Украина не переживет еще несколько революций. Дело в том, что народ уже дошел до той, абсолютно той точки кипения и страдания, когда они не готовы мириться с тем своим нищенским существованием, которое им обеспечивает их власть. Люди просто голодают. Несмотря на мораторий на продажу леса, в обход всех законов его вывозят в Европу целыми эшелонами. Особенно востребован Закарпатский кругляк. Местные жители горько шутят. Если незаконную вырубку леса не остановить, Карпатские горы смело можно будет переименовывать в Карпатскую степь. Я бы не сказал, что в Украине так много леса, чтобы его бесконечно вывозить. Достаточно быстро там все будет облысеет северная часть Украины. В это трудно поверить, но дельцы на Украине продают не только лес, но и озера. В сети сотни объявлений продается живописное озеро. Рынок нелегальный, и товар тут на любой вкус. Озеро с домиком для нутрии стоит 10 тысяч долларов. Озеро со щуками – 20 тысяч. С цаплями – 32 тысячи долларов. Самый дорогой водоем, который можно найти в объявлении, стоит полтора миллиона долларов. Это озеро площадью 760 квадратов, которое зарыблено белым амуром, толстолобиком, судаком, карпом, карасем и щукой. Эксперты бьют тревогу. По закону, водоемы на Украине продавать нельзя. Но кого это волнует? Были б деньги, а товар найдется. И в какой-то момент, как Чаполины начнут продавать облака с грозой, без грозы, это тоже будет хороший товар. Почему нет? Сейчас уже на Украине ситуация доведена до абсурда. Сейчас все на Украине ищут абсолютно любые способы заработка. 3 марта в Киеве состоялся Майдан проституток. Организаторы шествия требовали исключить из административного кодекса Украины 181-ю статью. Наказание за проституцию. Украина ползет в сторону Европы. А в Европе в некоторых странах легализована и проституция, и употребление легких наркотиков. Более того, эти виды народного хозяйства учитываются в ВВП страны. То есть они сначала страну свою обвалили на 40% ВВП, а потом говорят, что вот мы за прошлый год выросли на 3%. Вот если они еще проституцию и наркоманию добавят к расчету ВВП, то вообще будут говорить, что Украина процветает. Только жителям от этого легче не станет, к сожалению. Европейцы тоже ищут, на чем бы заработать на Украине. Одна из свежих сделок – сладкая покупка. Немецкий сахарный гигант Файфер энд Ланген купил целых 6 сахарных заводов в Тернопольской области. Украина хочет европейских ценностей, а это означает, что рядовые граждане будут платить все по европейским ценам, имея украинскую зарплату. Вот это парадокс. У европейцев деньги есть, и совсем скоро они официально смогут скупить пол Украины. 16 сентября прошлого года президент Порошенко объявил о масштабной приватизации в стране. В список объектов попало более 400 предприятий. Перечень впечатляет. 10 морских и речных торговых портов, 20 шахт, более 10 энергетических компаний. Кому все это достанется? Нынешние украинские власти и командиры никакого отношения к отечеству не имеют. Значит, зачем они тогда функционируют во власти? Только чтобы заработать. Это означает, что надо воровать по максимуму. Не так давно руководители МВФ предложили Украине продавать плодородные земли. Но в стране действует запрет на продажу территории иностранцам, введенной 16 лет назад. Европейцы мечтают этот запрет снять. А пока они его ловко обходят. В руках иностранцев уже фактически находятся более полумиллиона гектаров плодородных украинских земель. Это будет черная страница в украинской истории. И украинский народ, конечно, нынешних политиков будет вспоминать очень плохими словами. 17 февраля этого года группа депутатов от блока Петра Порошенко направила представление в Конституционный суд Украины с требованием признать мораторий на продажу земли незаконным. Но продавить эту инициативу Порошенко пока не может. Около 70% украинских аграриев выступили против свободной продажи сельскохозяйственных участков. Они прекрасно понимают, что этот путь приведет к тому, что Украина просто лишится своей главной отрасли – сельского хозяйства. Они всю страну втягивают в бандеровский схрон. И если это будет продолжаться и дальше, то будут откалываться куски от этой Украины. Порошенко удвоил свое состояние буквально за пару лет, потому что он просто грабит территорию, которая ему в воле случая оказалась в его распоряжении. Это обычное мародерство. Киевские власти устроили в своей стране настоящий беспредел. Для них не существует ни законов, ни собственного народа, ни европейских правил. Они уничтожают Донбасс, выставляют на продажу за бесценок собственную страну. В советское время это назвали бы вредительством, сейчас – предпринимательством. Как далеко зайдут в своих действиях власти Киева? И долго ли народ Украины будет терпеть все это?